До конца лета осталось совсем немного. Самое время отправиться в горы, хотя бы на выходные. Можно поехать в Донбай. Это прекрасная возможность увидеть ледники, водопады, озера и реки, альпийские луга и парящих в небе птиц. Сегодня Донбай – это современный оздоровительно-спортивный центр. Туристская мега Большого Кавказа. Здесь созданы все условия и для альпинистов, и для тех, кто предпочитает просто любоваться окружающей красотой. Обязательно сходите на Подобские озера или Алибекский водопад. Это не займет много времени, зато сколько будет впечатлений. Кстати, Алибекский ледник – один из самых больших на территории Тибердинского национального парка. Вся эта неповторимая красота Древнего Кавказа никого не оставит равнодушным. Боже мой, это какая-то фантастическая просто красота. А здесь? Ты едешь по этой дороге, и она все время находится в этих лесах. Я не знаю, что тут бывает осенью. Как здесь красиво. Следующий наш визит с мужем – это точно осенью. Обязательно. Вообще, мне очень хочется, чтобы в нашей стране появилась какая-то государственная программа. Ну, к примеру, под девизом «Давайте сохраним и узнаем нашу природу». А для того, чтобы это все как-то начало развиваться, мне очень еще больше хочется, чтобы начали снимать больше передач про такие места, про наши места, про Россию. И мне кажется, богата настолько Россия такими красивейшими, великолепнейшими местами, что никакой Швейцарии и Франции и всем остальным Италиям далеко до нас. Если вы любите активный отдых, можно поехать и в Архыс. Тоже не пожалеете. А если вы хотите экзотики и тишины, лучше отправиться в Даутское ущелье. И недалеко, и природа сказочно красивая. Здесь есть на что посмотреть. От Тиберды до Узкого ущелья отделяет хребет Кышка-Джер, горы которого высотой могут поспорить с величественными вершинами Дамбая. Отсюда несложно пройти к Джамагаске-Нарзанам, Тиберду. На востоке открывается потрясающий вид высочайшей вершины Европы, Эльбруса. На западе – завораживающая картина Мухинского перевала, хребтов мысны Баши и Ужун. А еще советуем посетить высокогодное озеро Улукюль, что расположено под скамистым пиком Франши-Агер. В ущелье находится старинный карачайский аул Даут. Вместе с Хурзуком, Учкуланом и Карчуртом когда-то они составляли Большой Карачай. По древним тропам, которые сохранились до сих пор, жители аула ходили в Тиберду, Учкулан и Махар. В советское время жизнь в Даутском ущелье кипела. На летних пастбищах плата Джалпак было немало ферм. Здесь был построен первый в Советском Союзе молокопровод. Отсюда, по полиэтиленовым трубам протяженностью в несколько километров, молоко прямо с пастбищ поступало на маклоприемную станцию, расположенную в долине. В Даутском ущелье, благодаря работе лесничих, очень богатый разнообразный животный мир. В конце 80-х из Саяны-Памиры сюда привезли яков. Поиском кормов заняты зайцы, лисы и прочие лесные обитатели. Здесь можно встретить кавказского оленя, серну, бурого медведя, волка, лесного кота. В труднодоступных ущельях и балках промышляют кабаны. На скальных отрогах коротают свой век западно-кавказские турии. Чтобы добраться до Даутского ущелья, нужно проехать Карачаевск и свернуть в Кубанское ущелье. Примерно через 20 километров подъезжаем к так называемому Красному мосту. Значит, мы на месте. Именно здесь, в Кубань, впадает река Даут, которые дают название ущелью. С этим мостом связаны несколько легенд. Как я слышал, как рассказывал дед, как рассказывает отец, он появился в 1900-х годах в начале. Построил его инженер. Должен он был поставить его выше по ущелью, в Худесском ущелье направлении. А поставил здесь, так как был влюблен в девушку, которая проживала в Дауте, в ауле Даут. И вот построил этот мост. Вот так он и появился. В эту девушку был влюблен другой молодой человек. И он на него донес, что он поставил мост не в том месте. И насколько правда, неправда не знаю, насколько я слышал, говорят, что инженеру дали 25 лет за то, что он поставил мост не в том месте. По другой версии, мост через Даут построил русский офицер еще в царское время. Он был влюблен в местную красавицу. За это его отдали под трибунал. А несчастная девушка бросилась в воду и утонула. Совсем недавно попасть в Даутское ущелье было опасно для жизни. Дело в том, что с прошлого года мост находился в аварийном состоянии. Старые доски прогнили. Везде были огромные дыры. Мост разваливался, мост не ремонтировался со времен, скажем так, СССР. Выше по дороге есть еще пару мостов, которые действительно отремонтировали. Но с этим мостом вперед ничего не продвинулось. Люди здесь проезжая теряли колеса, постоянно дырявили колеса, гвозди, скобы. Это все торчало с основания моста. Пока машина со скотом не провалилась передним колесом, чтобы ее вызволить, понадобился трактор. Мы с мужем очень любим путешествовать. И однажды были здесь, проезжали это место, хотели поехать в Даутское ущелье. Но, к сожалению, мы не смогли здесь проехать совершенно никак, потому что мост был... Ну, мы побоялись. Пасека Джамала Узденова находится чуть выше Даута. Чтобы набрать воды из источника, ему приходилось переходить на другую сторону реки. Нам каждый день приходится брать вот с той речки, с Дуута, воды непосредственно. Так как я нахожусь здесь уже не один год, а несколько уже десятилетий. Мне приходится ежедневно туда проходить или заезжать. В последнее время вообще проехать никак невозможно стало. Она вообще настолько прохудилась, доски провалились. Несколько раз был случай такой, что машина со скотом проваливалась, еле вытаскивали их оттуда. Авидаутское ущелье входит в состав Тибердинского государственного национального парка. Сюда каждый день на работу приезжают лесничие и государственные инспекторы. Были неоднократные обращения в нашу администрацию заповедника, теперь уже национального парка. Ну, на этом все и осталось. На наших обращениях. Обещания, что все сделают, все отремонтируется. Приезжала комиссия с Минавтодора. Насколько я знаю. Они фотографировали мост, обходили его с разных сторон, фотографировали. Но на этом все и закончилось. Дирекция нашего заповедника, ну, национального парка, тоже в курсе была, в каком состоянии этот мост. И, насколько я знаю, директор звонил несколько раз и просил администрацию Минавтодора, чтобы они как-то отреагировали на это. Ну, как видите, пока люди сами не отремонтировали, власти ничего не сделали. Абсолютно никто ни о чем не хотел на эту тему даже разговаривать. Обращаться тоже некому было. Кроме лесничих и государственных инспекторов, до узкого ущелья приезжают и местные фермеры. Там у них пасется скот, лошади, коровы. А разрешение они имеют. Все по закону. Недавно машина одного из них провалилась. Двое же ребят утонули. Фермеры решили действовать. Ребята собрались, местные ребята. Кто-то их проспонсировал из местных. И отремонтировали своими силами, отремонтировали этот мост. Сейчас по мосту могут и туристы пройти, и мы можем проехать. А скажите, вот где вы брали доски? А вы не могли, например, срубить деревья в заповеднике? Нет, в заповеднике рубка деревьев запрещена, как и в заказнике. А где покупали? В Куржиново покупались балки, доски. Все покупалось там. Ребята, видите, как и обработали, и четко собрали мост. Просто, ну я не знаю, сделали очень хорошее, большое дело. Теперь, я же говорю, и туристы могут проехать. И мы на работу ездим, не боясь колеса оставить здесь, потерять. Приезжали сюда какие-нибудь люди, государственные чиновники? Абсолютно, никакого чиновника, я их глаза не видел. И я уже знаю, насколько я здесь сориентируюсь с местным населением. Они даже не думали на эту тему. Ребята, вот непосредственно я с ними здесь познакомился, с некоторыми ребятами. А из Кумыша, из Саритюза были ребята такие. Они даже не хотели спонсора главного, который спонсировал почти миллион за лес. Не знаю, сейчас именно такая ситуация такая, что и лес невозможно достать практически. Он умудрился как-то где-то вытащить этот лес и отдал сюда. Когда все это сделали, ребята, у них остатки остались. Они даже пожертвовали этот лес, остаток, который какому-то погорелцу с карчурта. У него дом сгорел. Такой ситуации. Они даже и ему поехали, сделали, помогли, отдали остатки этого. Все самостоятельно, все за свои деньги, все сами сделали. Проезжающие мимо местные жители, узнав, что мост ремонтируют обычные люди, помогали, чем могли. Один привез ящик лимонады, другой вытащил из кармана крупную сумму в качестве садака. Так всем миром и отремонтировали злополучный мост. Теперь в ущелье можно ехать без опаски. Мы вообще ехали мимо, и вдруг мы увидели этот мост. Мы очень рады, что теперь можно посмотреть не только те красоты, которые мы уже видели, но и съездить в Даутское ущелье. Согласитесь, получается какая-то странная ситуация. Мост через реку Даут находится на балансе у государства. И ремонтировать его должно тоже государство. На это, кстати, выделяются немалые деньги. Но вот занимаются этим почему-то частные лица. Разве так должно быть? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова